Здравствуйте, уважаемые друзья! Компания Бери Баню, Свердловская область, сдали баньку очередную, четыре с половиной на шесть с половиной метра по бревнам, так как здесь уже фундамент был четыре на шесть, заказчик хотел именно в чашу сруб, поэтому четыре с половиной на шесть с половиной. О фундаменте чуть-чуть попозже еще скажу пару слов, видите какие красивые бревна мушительного диаметра, тут диаметр не меньше трехсот пятидесяти миллиметров, так вот красиво в баню вписалась существующий ландшафт, лес, дремучий, комбовый такой сруб. Рубку мы начинаем всегда с полубрёвен, обязательно, нету подкатных у нас лжевенцов. Так давайте вот о фундаменте, вот почему один подрядчик всегда должен быть, я рекомендую, потому что ответственных потом не найти, когда много подрядчиков. Вот фундамент уже был и он был без продухов, пришлось алмазное бурение вызывать, сверлить. Без продухов полы очень быстро сгниют в бане, они и так долго не стоят, а без продухов очень моментально сгниют. Кровля, металлочерепица, цвет шоколад, водосточная система, снега задержать, и дымоход здесь полностью выведен кирпичом, тоже было одно из условий заказчика. Два окошка с этой стороны в комнату отдыха и в помывочную, фронтон у крыши вагонка штиль, карнизы примерно полметра, тоже вагонка. Во фронтонах с каждой стороны по два продуха для вентиляции чердака, входная дверь деревянная банная на клин, с шариком фиксатором, у фундамента отлива соколи еще сделали. С этой стороны окошко в парное. Сруб прострогали, прошлифовали, покрасили акватексом экстра снаружи, цвет тут. Под ключ банька, под ключ. Так, заходим. Планировка стандартная, три комнаты. Вот комната отдыха. Такая вот. Просторная. На входе электрощиток. Автомат на входе стоит УЗО 25 ампер и два автомата по 16 ампер. Лампочки и резетки отдельно. Окно метр на метр пластиковое, но в наличке откосы все деревянные. Подоконник деревянный. Электроразводка. Здесь один потолочный светильник. Проводка ретро. Розетки, выключатели, накладные. Подсвет дерева тоже. Шнайдер. Триточка с комнаты отдыха в парное. А вот эти два лючка, это наоборот, сюда будет выдуваться теплый воздух, чтобы прогреть быстро комнату отдыха. У нас печка, это деревянная полочка. Печка нашего производства. Чугунная. Колпаков. Печь подовая. Четверть тонна чугуна. Надеюсь, к этому моменту уже видеообзор конкретно по печке. На канале смотрите. Помывочная дверь тоже деревянная, банная. С фиксатором, шариком. Двери свободненькие делают. Так, про полы еще не сказал, в комнате отдыха. Они утеплены 100 миллиметров. А потолок везде шкумпованная доска с утеплением 150 миллиметров. Базальтовая вата. В помывочной и в парной дополнительно отбили через гидроизоляцию, через фольгу осиновой вагонкой. Полы в помывочной доска 50-ка тоже, но проливные с технологическими щелями. Там внизу бетонная чаша с выводом канализации за пределы бани. От стен сразу, не знаю, видно, не видно. Делаем отливы тоже, чтобы не затекала под нижний венец вода. Скамеечка такая из осины. Вот окошко помывочной. На противоположность не в парной. Тоже окошко. Для залпового проветривания. Кирпичный щит. Это очень такая хорошая штука. Рекомендую всем. Вот с таким щитком. Во-первых, это на выходе продукты горения уже холодные. То есть дымок холодный уже на выходе. Во-первых, пожаробезопасно. Во-вторых, с печки высасывается максимум тепла. То есть высокое КПД получается. Вот с таким щитком даже на следующий день баня будет теплая. Баня будет просыхать после банных процедур. Сейчас принцип работы еще покажу. Вот дым выходит. Изначально открыты вот оба шибера. Дым выходит и прямотоком выходит на улицу. После того, как прогреется вот эта часть минут 15-20 топки. Закрываем нижний шибер. И дым уже идет зигзагом. С этой стороны покажу. Дым идет зигзагом. Сначала опускается вниз. Прогревая весь кирпич, поднимается. И вот так вот уходит в атмосферу. С такой печкой, с такой обкладкой, да еще и кирпичным щитом. Но тут точно будет режим русской бани. Никак иначе. Печку обложили кирпичом с конвекционными отверстиями. Чтобы печка, во-первых, дольше стояла, не прогорала. Во-вторых, ну, для тепла здесь. Чтобы быстрее прогреть помещение. Камни жадеид. Вот эта воронка пушка Моголы. Паровая пушка. Через эту воронку поддается на самые нижние слои вода. Будет мелкодисперсный легкий пар парной. Полок из осины. Из толстой доски. 70 мм толщина. Верхний полок ширина почти что 700 мм. Нижние скамейки в районе 350-300 мм. И они задвижные. Чтобы не мешать тому человеку, который будет парить. Вентиляция БАСТу обязательно. Приточная вытяжная вентиляция. Приточка под печку, вытяжка из-под полка от работы наказа. Ну, вот такая вот супер баня. Русская баня. Заказчики довольны. Мы тоже. Все, ребята. Всем до скорой встречи. До новых выпусков. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok